Как говорится, все новое это хорошо забытое старое. Хлорид натрия уже применяли на дорогах города около 50 лет назад. В скором времени к этому веществу был добавлен песок для лучшего сцепления автомобильных колес с дорогой и получилась известная нам песко-соляная смесь. Со следующей зимы в Рязани начнут применять реагент под названием Бионорд. Химических соединений в нем будет больше, а песка не станет вовсе. Это не означает, что сцепление шин с дорогой станет хуже. Реактив Бионорд гранулированный. Хлорид натрия, калия и кальция – это три основных элемента нового реагента Бионорд. И по своему воздействию они похожи друг на друга. Так что будем рассматривать эту смесь на примере хлорида натрия. Какая-то опасность, конечно, в этом есть, потому что создается избыточный раствор хлорида натрия на поверхности дорог и тортуаров. Естественно, что все эти вещества попадают на материалы тех вещей, которые мы используем в качестве антикоррозионных покрытий для своих автомобилей. Здесь совет может быть только один – почаще посещать автомойки. Пешеходам волноваться не стоит. Эксперты утверждают, что реагент не вредит ни обуви, ни меховым изделиям. А вот природе он может нанести ощутимый вред. Применять реагент планируют на протяжении всей зимы, поэтому количество химических соединений в сточных водах может быть огромным. Попадает излишнее количество хлорида натрия в сточные воды, соответственно, потом это все попадает в аку. Решение этого вопроса ложится на водоочистные сооружения. После применения песко-соляной смесью весной остается много песка, которым жители города дышат еще два сезона. К тому же он забивает ливневые канализации, на чистку которых также тратятся деньги. Реагент Бионор таких следов оставлять не будет, но с приходом весны хлорид натрия, калия и кальция будет попадать в почву. Если катионы натрия более подвижны и приносят меньше вреда почве, то хлорид аниона, конечно, больше вред приносит и растениям, и самой почве, могут способствовать некоторому закислению почвы. Возникает важный вопрос, так ли опасен Бионорд, каким его видят окружающие, и принесет ли он больше вреда, чем песко-соляная смесь. Применение этих реактивов, конечно, с одной стороны, достаточно, ну скажем, не то чтобы опасно, но нежелательно. Вот, ну а с другой стороны, удобство наше на дорогах, это тоже немаловажный фактор. В настоящее время Бионорд применяют только на улице Почтовой. Пока что никаких жалоб от людей не поступало. Полноценно его начнут использовать следующей зимой. И только тогда уже можно будет понять, чего же от Бионорда больше – вреда или пользы. Валерий Седов, Роман Вихров, телекомпания «Город».